Сочинение по картине «Заморские гости» Николая Рериха. Николай Рерих написал огромное количество потрясающих картин, среди которых особенно выделяется полотно «Заморские гости». Великий художник, вдохновленный путешествием в Великий Новгород по водному пути, через два года после его совершения создает этот знаменитый шедевр. Картина написана в 1902 году в стиле народной живописи с элементами модерна, Большое влияние на создание композиции оказали произведения древнерусских иконописцев. В ней также отразился дух времени, в котором творил известный мастер. Холст имеет эффект декоративного панно, что прекрасно демонстрирует композиционный талант живописца. В центральной части картины «Заморские гости» находятся потрясающие красоты ладьи. Они словно скользят по голубой водной глади. Такой наполовину сказочный образ перемещает зрители в прошлые века, когда многочисленные купцы из разных стран везли в Россию всевозможные диковинки. Полотно отличается яркой и насыщенной цветовой палитрой. Сказочные красоты ладьи с цветными парусами поражают ювелирной резьбой и великолепием резных фигур. Летящие чайки и идущие от ладей волны создают атмосферу гармонии и красоты. Они будто желают сообщить людям о приближении богатого купеческого каравана из далеких заморских стран, которые величественно подходят к городу. На заднем плане полотна изображен небольшой остров с маленькой деревенькой, усыпанной холмами и покрытой зеленым ковром травы. Полотно производит несгладимое впечатление, удивляет виртуозным мастерством его создателя, который тонко чувствует природу и умеет виртуозно передать ее неповторимость и красоту. От картины веет волшебством и вдохновением. Художник сумел очень реалистично изобразить пейзаж и летящих чаев, продемонстрировав мощь своего таланта. Созерцание таких красот переносит в полуфантастический мир, наполненный сочными красками на фоне ясного безоблачного неба. Картина «Заморские гости» создает замечательное настроение, радует и притягивает взор продуманностью деталей и глубоким смыслом. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!